По указанию Главного управления МЧС России по республике Дагестан, всеми подразделениями проводятся рейдовые профилактические мероприятия в жилищном секторе на предмет выявления нарушения при эксплуатации бытового газового оборудования. Вот такая беседа прошла между мной и заместителем начальника отдела наздорной деятельности номер 10 по городу Хасавюрт, Хасавюртовскому, Новолазском, Казбекскому районам, майором внутренней службы Казумом Тарлановичем Гаджием. Как он говорит, эти рейдовые мероприятия проходят совместно с эксплуатационной газовой службой МУ «Западная». Все чаще и чаще слышим, что где-то взорвался баллон, где-то какие-то несчастные случаи, связанные с газом. Вот какие меры принимаете вы как надзор? В настоящее время, согласно указанию Главного управления МЧС России по республике Дагестан, нашим отделом проводятся профилактические рейдовые мероприятия совместно с эксплуатационной газовой службой, газовой сервисной службой по сельским населенным пунктам, по жилому сектору. В частности, мы осуществляем подборные обходы жилых домов, смотрим состояние отопительных приборов, других бытовых приборов на предмет нарушений и для эксплуатации бытовых газовых приборов. Проводим на местах, по месту проживания инструктажи, вручаем наглядные памятки и указываем на необходимость устранения имеющихся недостатков. Ты можешь немного рассказать сегодня ситуацию в Дагестане? Какова вообще статистика? Есть какая-нибудь? Есть такая статистика, тоже у нас есть. К сожалению, вот с начала этого года на территории республики зарегистрировано 74 пожара, при котором пострадало 5 человек, двое погибших. 8 происшествий у нас возникли вследствие нарушения эксплуатации бытового газового оборудования, при которых пострадало 10 человек, двое детей, один ребенок, к сожалению, трехлетний ребенок, погибший тоже есть. Материальный ушек заставил более полумиллиона рублей. С этой целью нашим главным управлением по всей республике проводятся вот такие рядовые мероприятия, профилактические мероприятия, направленные на снижение количества пожаров и гибли людей от них. А вот конкретно, можете сказать, сколько раз вы выезжали? Есть какие-то цифры у вас? Мы выезжаем из... Каких населенных пунктов побывали? Мы побывали уже на населенных пунктах селек Пакрек, село Батаюрт, станция Карлонюрт, ну, также другие районы. Сегодня проводится работа селения Дылым, Казбековского района, проводилась работа в городе Хасавюрте. Ну, работа в данном направлении нами продолжается, мы продолжаем. Ну, просто мы согласовываем с эксплуатационно-газовой службой, чтобы совместно выехать. Поэтому, когда вы уехали, у нас получается, мы осуществляем эти религи. Вот, Казун Тарванович, какие общие недостатки? Вот где-то есть что-то общее такое, у всех недостатки? Практически у всех меньше недостатки. К сожалению, мы, честно говоря, вот когда прибываем на место, вот совместно со специалистами газовой службы, стараемся попасть именно в те домовладения, у которых наиболее худшая ситуация. Потому что, так как они, специалисты газовой службы, постоянно работают на селе, бывают в этих домовладениях часто, они прекрасно знают эту ситуацию. Поэтому мы стараемся именно попасть в те домовладения, у которых наиболее худшая ситуация, чтобы, не дай вахтам, не произошел пожар или взрыв, и чтобы это не привлекло полиэтажные последствия, как вред жизни и здоровью людей. Вот, Вазум Тармаш, какие ваши наставления, скажем, предупреждения на таких моментах, что вы могли бы сказать, обращаясь к жителям нашего района? Пользуясь случаем, для жителей нашего района хочу довести простейшие правила пользования бытовыми и газовыми приборами, потому что именно в основном из-за халатного отношения, из-за беспечного отношения к использованию, к эксплуатации газового оборудования у нас происходят пожары, взрывы, вследствие чего мы теряют, люди теряют свои домовладения, свои имущества. Но самое худшее, это то, что это наносит вред жизни и злодов людей, которые, к сожалению, мы потом не можем вернуть. Поэтому я, пользуясь случаем, остановлюсь на основных требованиях при использовании бытовых газовых приборов. Это, в первую очередь, перед включением всех газовых приборов необходимо проверить в помещении. На все время работы оставлять форточка открытой. Не оставлять работающие газовые приборы без внимания и следить, чтобы пламя конфорка не погасло. Перед включением газовой плиты или горелькой нужно сначала заречь спичку, затем поднести огонь в конфорке, и только после этого можно открывать кран на газовом приборе. Следить за исправностью дымоходов, вентиляционных каналов, проверять тягу до и после включения газового оборудования, с отводом продуктов сгорания дымоход, а также периодическое время его работы. Регулярно проверять исправность газового оборудования. Для этого необходимо заключить договор со специализированной организацией на проверку технического состояния газового оборудования. Это как раз эксплуатационно-газовая служба, которая у нас во всех, их специалисты во всех населенных пунктах. Которые уезжают с нами совместно. Да, вот как раз совместно с нами выезжают, и они постоянно по всем населенным пунктам работу проводят. Также хочу сказать, что запрещается использовать газовые плиты для обогрева помещения. Использовать газовые приборы с несправнью или отключенной автоматикой безопасности. Оставлять рабочие газовые приборы без присмотра. Допускать использованные газом детей или лиц в нетрезвом состоянии. Самостоятельно проводить установку и ремонт газового оборудования. Вот часто, когда мы проходим в село, бывает такая ситуация, что все приборы дома включены, и маленькие дети одни дома. Но это же мы как бы подвергаем только свое имущество опасности. Также здоровье детей подвергаем, оставляя их одних с работающими газовыми приборами или другими приборами. Раньше с вами, когда мы проводили беседу, вы говорили, что имеется шланговое соединение, где-то протянули. Такие сегодня существуют? Есть вот последний выезд, как раз у нас был Силококрек и станцию Королю. К сожалению, не то, что на улице, даже внутри дома, внутри помещения дома, внутри, люди пользуются газовыми резиновыми. Не то, что даже, которые допускаются кислородные, а самые опасные, которые уже столько раз давали пожары, сколько раз для них случались взрывы. Но все равно люди продолжают пользоваться, подвергая, продвижая такими резиновыми штангами и подвергая себя, свою жизнь, своих родных, близких, свое имущество опасности. Вот вы можете рассказать несколько правил использования, скажем, газовыми баллонами и так далее, приборами? Да, ну, газовые баллоны тоже у нас, конечно, как раньше уже не остались, но они тоже у нас есть, пользуются ими тоже наше население, в связи с тем, что у нас, в принципе, везде уже газифицировано. Ну, газовые баллоны тоже у нас остались, поэтому я остановлюсь на некоторых правилах, пользуясь газовыми баллонами тоже. Баллон с газом должен устанавливаться на расстоянии не менее 50 см от газовой плиты и не менее 1 метра от отопительных приборов. Расстояние до открытого источника огня должно быть не менее 2 метров. При невозможности установки в одном помещении с газовой плитой баллон устанавливается на улице в запирающемся металлическом шкафу с отверстиями для проветривания. Во время замены баллону запрещается пользоваться открытым огнем, курить, включать и выключать электроприборы. Запрещается устанавливать неисправные баллоны. При появлении запаха газа не включайте и не выключайте электроприборы. Не допускайте образования искры или огня в загазованном помещении. Немедленно сообщите об инциденте в газовую службу по телефону 0-4. В случае необходимости до прибытия специалистов аварийной и газовой службы по возможности организовать охрану загазованного места и проветривание помещения. Вы используете, скажем, при мечетях, где коллективы работают, вот такие встречи, вы используете в этом моменте? Да, для проведения данной профилактической работы по эксплуатации газового грудин мы используем силы и средства. В частности, мы, допустим, используем средства массовой информации, это газеты, телевидение, а также наше духовенство нашего района. В частности, мы постоянно на связи с имамом нашего района, сиража Ахажи. Сегодня как раз у нас состоялся разговор, чтобы данную информацию о мерах предосторожности при использовании газовых и бытовых приборов довести до людей через мечети, через мечети на пятничных проповедях, чтобы довели до населения основные требования при эксплуатации газового грудинга. И тем самым хотим охватить как можно больше населения, чтобы довести, потому что не все, как говорится, пользуются интернетом, смотрят телевидение, читают газеты. Но как-то через имамов, которые непосредственно уже в селах, с населением, то есть вероятность, что охватим на большее количество людей. То есть используются все средства? Да, все средства, которые возможны. В частности, нам большую помощь оказывает наше телевидение районное, прокручиваются ролики пользования газовым оборудованием, меры предосторожности при использовании газовых приборов. Наша газета районная, Вести Хосокусского района, нам не отказывает, печатает все наши материалы, поэтому всяческая помощь, поддержка со всех служб, очень единым коллективом работаем в этом направлении. И в завершение своего выступления я хотел бы довести до жителей нашего района, что газ со всеми, конечно, своими плюсами, которые он привнес в нашу жизнь, удобство, комфорт, простота использования. Есть, конечно, в принципе, газы и минусы. Это, к сожалению, изоонарушения, которые все взрывы, все случаи пожаров, которые из-за халатного отношения. Чтобы вот это не допустить, чтобы уберечь наше население от возможных ошибок, вот совместная наша работа, я надеюсь, даст соответствующие плоды. Потому что газ, который у нас используется, он не имеет ни света, ни запаха. И поэтому мы не чувствуем, когда идет утечка, не можем его, как говорится, двойма обнаружить, а в результате, к сожалению, это приводит к тяжким последствиям. Ну, я надеюсь, что наша совместная работа со всеми нашими службами района даст положительный результат. Внимание! Что необходимо делать, если вы почувствовали запах газа? Природный газ не имеет запаха, но чтобы своевременно определить утечку, в него добавляют вещество с резким специфическим запахом, напоминающим запах тухлых яиц. При появлении запаха газа необходимо немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны на приборах и на газовых трубах, открыть окна или форточки для проветривания помещения, покинуть загазованное помещение, не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками, вызвать аварийно-диспетчерскую газовую службу по телефону 04 из незагазованного места, дождитесь прибытия аварийной бригады. Внимание! При обнаружении запаха газа в подвале, в подъезде, во дворе, на улице необходимо действовать следующим образом. Организовать проветривание помещения. Сообщить окружающим о мерах предосторожности. Постараться предотвратить включение-выключение электроосвещения, появление открытого огня и искры. Постараться удалить людей из загазованной среды. Сообщить в аварийно-диспетчерскую газовую службу по телефону 04 из незагазованного места. Дождитесь прибытия аварийной бригады. Телефон аварийно-диспетчерской газовой службы 04. Продолжение следует...